добрый день дорогие друзья добрый день уважаемые радиослушатели мы продолжаем нашу программу на интернет-портале радио центра сан-гейтс у микрофона михаил мелехов сегодня у нас среда и как всегда по средам в это время то есть 12 часов дня по времени города чикаго и 8 часов по москве у нас программа сергеем савченко с тарологом здравствуйте сергей вижу вы их нам уже так скажем радиослушатели машете ручкой ну сергей савченко с ровно говоря таролог современности руководитель школы русская таро и практикующий таролог с более чем 20-летним стажем ну все таки есть да вы знаете я хочу сказать это обращаясь к нашим радиослушателям вот сергей не знает а может на я в общем-то стал обучаться в его школе нет на это не шучу стал обучаться в его школе и человек из народа простое ничего не знающие таро я вот с нуля начал вот уже первое задание приступил тест какой-то прошел ну более-менее будем так говорить а вот задание и буду выполнять вы знаете ну могу сказать что это увлекательно и интересно конечно тут много есть и очень много есть каких-то нюансов первый такой вопрос сергей скажите вот вы рекомендуете какую-то литература пособия для изучающих таро скажите вот история создания таро уходя там глубоко в древность там говорят о том что это и кабала это и цыганские 14 век а вот читаешь там тот атлант который вообще-то жил там от лова во времена атлантиды когда я вижу после атлантов когда я увижу храм атлантов где вы царапано гвоздем айла второго все никаких вопросов у меня не будет ну не важно как он назывался но я пока что-то не увидел почему вы считаете она возникла только в четырнадцатом веке а что было до четырнадцатого века не было таро не было ну в этом виде в котором она и сейчас но что тогда из себя представляет таро были карточные игры вообще как таковые они возникают в китай ну первые известные на потом они появляются в инди ганджифа потом через арабово не попадают на ибию такой вот игра была карточная она попадает европу но естественно сперва в испании потом из испании начинает распространяться то есть сама идея карточных вера возникает давно на возникает ну собственно как я сказал в китае первые карточные там там была особенность такая там печатали деньги на бумаге то есть первые бумажные деньги появляться в китае и вот эти деньги они были такого удобного размера как карта и на них стали играть а потом уже там они все перепуталась где карты деньги неважно уже это было по большому счету вот сама идея то проявлять а потом эта идея начинает развиваться на начинать жить свою собственную жизнь и когда она попадает западную европу там получается целый бум получается целая серия карточных игр вот и обычные игральные карты и таро возникает и множество других игр которые мы какие-то знаю какие-то не знаю какие-то до нас дошли картинки какие-то не дошли вот но таро как таковое возникает 1420-23 вот в этом периоде первая колода таро было создано и я уже так устал концу дни же я не вспомню быстро как звали товарищи которого который я делал итальянский художник очень знаменитый самый дорогостоящий художник того времени вот вместе с микеле ты микеле 2 выскочила зала вы да вот они делать для герцога висконте с которым там у них свои особые отношения были неважно короче они сделали дни около она не было похоже на теперешние таро но там были старшие арканы там были младший аркан они были не такие как сегодня такие как сейчас а современная колода несовременная вернее более менее привычной колоды появляется четыреста пятидесятых годах к ее нарисовал бонифацио бембо а первая колода вообще который вот четко соответствует современной колоде это колода соло буско которая появилась конце вот этого пятнадцатого четырнадцатого и уже забыл какой-то на 15 век которые точно повторюсь впервые там появляется вот эта структура которую стоялась ну то есть ветер прошел почти 100 лет прежде чем колода приобрела свою форму которая настала существовать потом она начинает распространяться а здесь появляется как раз творить гутенберг с изобречением печатного станка или не начинает печататься что то есть не надо уже карты разрисовывать вручную естественно это и дорого и долго и сложно и все такое нет они они зашили собственной жизни они попадают в среду вояк наемников лонск нехтовых не всех остальных товарищей и начинать свое путешествие по европе концу шестнадцатого семнадцатому веку 2 делается уже не популярным она исчерпала свой игровой запас появились новые игры но в этом всякие штуки появились и собственно оккультная история таро начинается в париже скажем так париже во франции то есть там где корней исторических 2 не было а вот там где были исторические корни таро это юг франции север италии она не приобретает никакого оккультного характера просто потому что они играли в карты то есть изначально это была карточная игра оккультное эзотерическое содержание она приобретает только в конце восемнадцатого века благодаря работам товарища это его и кура даже блина вот эти два французских автора ну так их назовем вот они как раз и стоят у истоков современного 2 потом она развивается во франции потом она уходит банк ли вы потом она распространяется по всему миру и уже каждый кому не лень кто научился держать карандаш руках хоть как-то каким-то образом уже считает своим долгом написать книгу и нарисовать свою колоду таро мы теперь смотрим на эти колоды и у нас болят авласки потому что такое там нарисовано что просто мама дорогая все легенды про египет про атлантиду про сириус про все остальное прочее это все очень красиво но не подтверждено ничем ничем ни единой бумажка не едином осколком глиняной таблички просто ничего нет по этому поводу но можно говорить что там не там в астральном путешествии привиделось это аргумент и вопрос мы его принимаем но к сожалению как говорят народные мыслители слова к делу не подошьешь понятно но и самая популярная наверное сегодняшний день колода в мире это колода райдера ой 33 колоды 3 до европа это марсельская таро марсельская таро это собственно некий дизайн таро который вот устоялся он приобрел свои формы свои черты есть особенности там есть разновидности и швейцарская таро северо-итальянская таро французской таро испанской там везде есть свои там фламандская таро есть но в общем и целом их можно объединить под категории марсельская таро если вы попадете в европу там продается марсельская таро то есть все остальные таро не там не особо котироваться есть англия англия всегда в стороне от европы стоял там конечно уэйт уэйт и америка этого и это вторая но вторая нельзя сказать что вот какая-то из них все-таки самое популярное конечно это уэйт марсель и кроули кроули имеет свою стабильную нишу своих стабильных поклонников фанатов которые вот все там дела и все остальные но кроме появилась таро кроли появилась последнее время наверное самое последнее рок роли он сделал то умер сорок седьмом году и уже сделал свою колоду номер на было напечатано на позже было на напечатано 69 если ничего не путаю очень маленьким тиражом и только потом уже устало распространение этой колоды она очень интересная колода по-своему у нее своя специфика свой свое там наполнение мы можем я об этом поговорить ну это интересно я вообще читал это в общем-то это как раз таки кроули это он и описывает тот атланта и в общем-то и дерево сифирот и бритва харис художница который рисовал на колоду захотела сказала но не была переписка написал же книгу вот она мне тут . где ставят книги которыми я пользуюсь постоянно вот книга то там у меня точно такая же то есть отлично вышел второе издание какими-то дополнениями но я не пристала приобретать вот что если вы написали свою книгу на санскрите она это было бы понятнее кровли же позиционирует для как бы новичков но это не для новичков это я точно не для новичков не для новичков там надо иметь такую колоссальную подготовку историческую и эзотерическую и астрологию знать и кабалу и черт знает свое количество терминов да и и и шмаков пошел тут там еще еще тяжелее шмаков это отдельная линия мы пока шмаковым не будем трой а вот кровали мне кажется он сделал специально кого-то вот если вы это сюжетный рисунок это ситуация это то что с нами происходит вот это наша повседневная жизнь обыденная жизнь которой мы каждый день там замешаны и так далее так роли мне лично кажется то есть я высказываю свое особое мнение и знатоки кровли они конечно могут тут начать спорить со мной но я еще раз подчеркну это то как я это вижу какие-то понимают он написал внутренние таро он написал некие энергетические потоки энергетические движения движение энергии внутри меня снаружи меня мое взаимодействие с этими энергетическими сущностями там и так далее то есть это не сюжетная таро гадать на кровали что у меня будет завтра можно не проблем можно но это все равно как гвозди и микроскоп вот похожая ситуация то есть каждый инструмент должен быть предназначен для для своего дела если у это так как раз вот легко посмотреть всякие сюжетные дела которые со мной происходит событий наряд каузально ряда то кровали это уже какая-то другая история я думаю что кровали еще ждет своего дешифровщика который сумеет объяснить эту колоду перевести его на понятный человеческий язык потому что потенциал который в ней содержится он колоссальный но и очень сложно воспользоваться очень сложно я дай закончу сколько вот я не читал книг которые пытаются сеть кровали я не вижу что не объясняют не вижу просто то есть или ты читаешь самого кровали и больше никого не надо уже читать если ты можешь понять о чем он пишет или вообще не трогает у кого-то понятно ну хорошо сергей мы давайте мы перейдем практической части тут прямо напротив сидит женщина очень симпатичная я вот которая зовут рита у него конечно было бы масса вопросов но непонятно в каком ключе задавать такие вопросы то есть надо знать вопросы ставить постановку вопрос такая должна быть на которой можно было бы ответить да или нет но вот у вас как это не обещаемся не обязательно конечно не обязательно то есть вы скажите что вы хотите я вам скажу как из этого можно сделать вопрос может у тебя есть вопрос конечно здравствуйте очень приятно да вопрос есть не один я попробую задать такой какой-нибудь правильной форме так что было все какой-нибудь да значит а предстоит здесь у нас событие 10 апреля которому значит ну мы готовимся тут центре и в общем жила хотим чтобы пришло больше людей чтобы было больше активности по что сейчас лучше делать для этого я переведу я переведу я переведу я переведу на русский язык можете ли вы сергей савченко второго современности нагнать нам побольше людей мы не хотим на кого никого нагонять мы хотим чтобы они пришли сами это карта это гадание сделать чтобы не пришли это магия это 2 разные вот вы теперь знаем разницу между гаданием умалчиваете о том что вы магии тоже занимаетесь мы еще то есть это уже пятый левел второго я пока сейчас нахожусь на начальном я сюда первого не дошел добровольно принудительном порядке закончите этот курс и вы получите лейтенанта ну конечно сейчас курсант потом лейтенант до маршала нам далеко ну до маршала у нас пока нету никого давайте сосредоточимся на вопросе давайте я уже забыл какой вопрос был вопрос у нас вот какой если все оставить так как есть придет ли к вам много людей значит смотрите да я и говорю если делать все что вы делаете составить так как есть ничего не менять в том как вы работаете у нас получается у нас получается вот такой расклад мир смерть маг колесница и башня смущает меня башня поэтому я сделал дополнительный расклад просто тут надо понять что башня это просто фон или башню что ничего не получится у нас и у нас выпадает солнце звезда сила умеренность и страшный суд вам придут люди меньше чем вы хотите но не намного меньше там будет там будет какое-то обстоятельство которое как-то омрачит вот то что будет происходить я не понимаю что это за обстоятельства это что угодно может быть плохая погода поломка аппаратуры человек стукнулся ударился головой там любой вариант может быть нечто что чуть-чуть испортит впечатление настроение от этого события но в общем и целом если не обращать внимание на это событие оно пройдет хорошо спасибо Сергей дополнительный вопрос вот вначале прозвучало так ну как бы если ничего не делать если делать так как мы делаем можно ли усилить нужно ли сейчас усилить а нужно ли усиливать да так почему нужно ли усиливать да усилить то можно только с этого толка никакого не будет как пример да так 12 то есть повешены в влюбленные крестница луна и дьявол я зевая у меня 2318 и работать я сегодня начал все утра тяжелое это работа тяжелое карты очень тяжело значит ничего не нужно усиливать потому что вы хотя бы справились с тем что вы запланировали может быть может быть вам стоит пересмотреть ваши планы и какие-то штуки необязательные но энергозатратные выкинуть отбросить вы спрашиваете у меня или у карт поколок акций а яовы рассказывал вам чтобы было понятно нужно проводить но для того чтобы ответить на вопрос нужно ли проводить нужно понять зачем то есть для того чтобы заработать один ответ это же прославится другой ответ для того чтобы помочь всем страждущим и болезнам третий ответ то есть для чего ну да нейрофант император после этих карт уже можно дальше не тянуть умеренность отшельник и смерть да это нужно делать я вам даже могу сказать это нужно делать несколько раз в год не каждый месяц так и происходит мы делаем примерно раз три раза в год получается может быть четыре раза в год можно я задам еще один вопрос а у меня предстоит поездка 2 мая как вот быть я могу ехать одна могу привлечь людей надо ли привлекать людей или лучше в данную чего ну это поездка в духовное место обычно я обычно я еду с людьми сейчас такое ощущение что какой-то стража зубовление что может быть надо ехать одной вот это правильное ощущение или нет правильно ли ваше ощущение что вы в этот раз должны поехать одно да но неважно с какой целью да и мне абсолютно влюбленные повешенной смерти колесница и мир но первых поездка состоится то есть одна ли одна ними износения поездка состоится никаких проблем нет и в поездке все будет хорошо у меня ощущение ну-ка я выношу две дополнительные карты это солнце и это шут у меня ощущение что по большому счету все равно поедете вы сами или с народными массами то событие которое должно произойти то может быть ради чего вы едете она произойдет независимо от того будете вы одна или не одна может быть вам будет его легче пережить когда вы будете одна перед ну пережить справиться национально плана садя не вижу это ваши события хорошие они хорошие но на самом деле неважно можете взять можете не брать это не являются критическим спасибо ну вот я куда нету прошлый раз не на куда-то ехала в кустарик вы там один останетесь в бразилию вот так осталось спросить у меня пара ехать мне надо или не надо куда куда у меня есть только один вариант в индию в индию да но дело в том что я пропустил как опустеет чикаго да не опусте пустое место святое место точнее пусто не бывает у вас не лежит поиска в ближайшие несколько месяцев несколько месяцев нет это только ноябрь конец года ноябрь может быть я так далеко не смотрел я смотрю на ближайшие полгода и ближайшие полгода вас не лежит поиска понятно хорошо рита ты хотела задать вопрос про своего сына и говорила больной вопрос как всегда ну раз на полгода ближайшие я и так чувствую что ближайшие полгода короче может быть что-то произойти в личной жизни до моего сына ближайшие полгода нет вопрос бессмысленно может ли что-то произойти может и что изменение имею ввиду короче жениться или нет жениться или нет ближайший год как официально распишется да то есть не просто будет жить вместе нет а он хочет хочет она а ее нет так не жениться или не жениться найдете хоть кого-нибудь кого-нибудь найти нет не проблема ну а вот найти того кого суждено найти кого нашел то высуждено шут отшельник дьявол мир мир этот умеренность а он сильно вас любит кого любит вас я думаю да я думаю да оператрица ну пока вы его не прогоните от себя он никого не найдет так он не он не нереально ну понятно ладно он вы внутри а да сергей вы не помните наверное но я-то помню я вопрос лично от себя задавал это ответ абсолютно идентичный первый раз когда я задавал или ты об этом не знает они попросили я знаю что вы не помните но я-то помню этого поэтому это как раз таки лишний раз доказывает о том что вероятность того что происходит вероятность вот как сергей обращаясь нашим радиослушным как сергей трактует те расклады те карты которые выходят очень высоко то есть второй второй ответ на один тот же вопрос идентичен хорошо понятно спасибо спасибо сергей я вас покидаем если бы не студия покидая с болью в сердце да а сергей скажите вот интересный такой момент я занимаюсь биржей и вот все до единого все до единого аналисты технически имеется ввиду аналисты говорят о том что биржа stock market дошел до какого-то такого критического уровня технически показатель как бы я не хотел чтобы это было точно так показывает о том что мы еще и почему-то не дошли но временно да вот у меня вопрос а мы дошли до этого уровня или нет это первый вопрос потом следующий я не очень понимаю что меня спрашиваете но посмотрим что искать как это и не надо да главное да или это не всегда обязательно до мир солнце сила смерть и повешены я бы сказал что некая стабильность наблюдается есть вот минимальную такие подвижки но вот так вот чтобы было такого нет я так думаю что до лета может быть включая летом если не могу сказать что это на среда каких-то да ну каких-то резких движений скажите произойдет ли это в этом году резкое изменение направления движения ну то есть если дать риск 1 декабря до 31 декабря до 31 декабря я бы даже сказал до 31 октября да да это возможно и это будет ближе к новому году и совершенно непонятно вверх или вниз ну а как вы можете определить вверх или вниз вы были бы карты нет нет не были бы карты которые величию показывают но увеличение или на уменьшение а карты показали только движение само по себе что она будет стряск а мир этот сам на жилица влюбленные луна и башня собственно башни указывает на то что будет тряск а ну не говорит куда ну это в сентябре или в октябре или так нельзя поставить вопрос а это может быть на переходе между сентябрем и октябрем потому что есть карта умеренность который указывает на октябрь и синие дожди да есть карта отшельник который указывает на сентябрь но она начинается отшельник начинается с и 21 сентября в первом на первом уроке мы рассматривали посохи но мы не рассматривали пажей пажей там придурный отдельный блок будет это отдельный модель на буду хотя несмотря на то что это посохи да хорошо скажите вот это таро старт которые мы сейчас проходим ну то есть сколько еще ступеней чтобы добраться до магии или это трудно сказать нет не трудно не трудно следующий уровень это таро профи это вот там если вы заканчиваете это вы уже получаете капитана майора если уже брать армейские налоги и вот после таро профи вполне можно идти на магию реальности и заниматься магией параллельно картами и магией то есть фактически получается магия это вот то что в каких-то отдельных направлениях отдельных компаниях как я вам задавался вопросы углубленное изучение скажем там 13 аркана то есть мы должны войти в этот аркан нет это тороплять это пока все еще таро это таро а что стадо магия это хорошего нету связи с таро разе моя магия полностью построена на таро ваша магия до к версии магии которые я преподаю обучая она имеет своей основе таро я изучаю карты я медитирую на аркан я вхожу в него для того чтобы лучше понять это таро я вхожу в аркан я перевоплощаюсь в этот аркан я использую энергии этого аркана для того чтобы изменить нечто внутри меня допустим выздороветь так или снаружи меня повлиять на другого человека приятно ситуацию сделать что-то лучшее поломать что нибудь вот это уже будет магия то есть как бы действия очень похожи но смотрите вы приходите в больницу наиза как у вас ну как было у нас то есть вам свою градусник по мышку и отправляет сдавать кровь из пальчика вот это таро мы взяли анализы мы разобрались шоу у нас там есть воспаление аппендицита вам надо резать все вот это уже будет магия когда мы на основании того что мы поняли мы меняем ситуацию мы трансформируем мы что-то делаем да или врач вам говорит вот вам пилюля жри значит и будешь здоров это все равно магия будет считаться то есть первое мы проанализировали ситуацию и это таро это гадание мы поняли чем мы делаем а потом мы решаем как мы будем на это влиять будем ли мы на это влиять да черт с ним выздороветь и так или то подохнет и подохнет подумаешь у нас четыре этажа таких лежит один одним больше 1 вот это уже будет магия я понимаю что происходит это одно я воздействую на то что происходит я меняю то что меня окружает эта магия скажите ну я знаю что вы недавно простудились и у нас не было там двух программ вы использовали в своем лечении именно эту магию или все-таки вы пользовались таблетками я использовал самую лучшую лечебную магию вообще которой только может быть это были без и это были эклеры это были шоколадки это был чай с медом и мне помогло понятно то есть таблеток не было конечно были таблетки многие не являются панацеей то есть если ты можешь сделать очень многие вещи но магия энергетически очень затратное мероприятие я могу зажечь зажигалку да и получить огонь или там повернуть газ и нажать кнопку электро разряд подожжет мою плиту а я могу крутить палкой да ягода дать играть и добывать и камня камень и камень если у меня нет другой возможности я ее использую в магия я лично я использую маги тогда когда нельзя по-другому когда это единственный выход из ситуации потому что это ну реально это энергозатратное мероприятие если я могу решить это иначе выпив пару таблеток другое дело что кроме пары таблеток я делаю энергетические упражнения чтобы себя поддержать считать ли их магией или нет но это зависит уже от того насколько вы готовы или не готовы считать их магией энергетические упражнения вы имеете ввиду связанные с таро связано с самой обычной прокачкой энергетики когда ты в эти энергетические потоки внутри себя гадать тут цигун самый обыкновенный ну к таро это не имеет это то есть собственно говоря если мы входим в какую-то ситуацию где мы можем использовать ну вот как допустим действительно вот болезнь то есть мы можем использовать современную медицину то есть таблетки кита мы можем использовать нетрадиционную медицину скажем энергии энергию или там рейки или там вот как вы говорите цигун тайчи и так далее и мы можем использовать ну скажем таро тоже можем использовать конечно можно то есть одно не противоречит ни второму не 3 я за то чтобы комплексно это все использовать только посмотреть одно другому не будет мешать если одно другому не мешает но и все хуже не будет от этого иногда они просто взаимо исключают эти методы другому тогда выбираем тот который мне нравится больше или тот который будет более эффективным и работаем с ним да вы знаете я вам расскажу такую историю очень коротко время не хочу больше задерживать ну вот рита когда спрашивала о своей поездке она едет в бразилию где уже более 50 лет находится очень интересный человек он медиум и он целитель и уже более 50 лет к нему приезжают люди со всего мира поскольку он так скажем единственная надежда для тех у кого медицина уже отказала скажем в надежде что там происходит этот духовный госпиталь и там люди сидят приходят на три раза в неделю к нему на прием их отправляет скажем на операцию я там был не ни один раз тоже и вот группа людей там человек 200-300 сидит на этом в этом помещении закрывшую глаза и каким-то образом медитирует а в духе духе поскольку духе там вот постоянно на каждом колоратом миллиметре они где-то там что-то работают и вот таким образом происходит ну так сказать помощь вот этого духовного госпиталя во главе с этим человеком которого зовут джон от бога по-английски это джон оф гад но что самое интересное всех всегда предупреждают ни в коем случае когда вы едете сюда не отказываться от того что вам рекомендует доктор это очень разумно это очень разумно я всячески это поддерживаю да его там была такая очень интересная история рита является гидом в этом госпитале она поэтому возит туда людей те кто хотят к ней прийти и там строгая дисциплина очень без гида там нельзя как бы и вот точно такой же гид американка она в свое время много лет она уже гид она свое время ей выставили диагноз у нее рак груди и она приехала в бразилию и сказала этому джану в гад она ему сказала бога она ему сказала вот такая ситуация он говорит и делечись я тебе буду помогать и вот она пришла в госпиталь уже у нас соединенных штатах и начала проходить лечение химиотерапии понятно там радиацию и вот она но на каждый день естественно медитировала и вот как-то в один из дней ей в медитации пришел он и сказал все достаточно она пришла в госпиталь поскольку проверить это нельзя позвонить ему нельзя понятно и она пришла в госпитале говорит все я заканчиваю а там где-то было ну половина где-то было есть сказали вы чё смеетка вы же рискуете своей жизни как-то можно до середине то есть они ничего не поняли но у нас страна свободная поэтому них очень надо подписывает документы все о том что отказывается от лечения иди гулять и вот она писал документ и она поехала туда и она к нему подошла потом когда очередь там строгий распорядок опять же и задала вопрос рассказал эту ситуацию и говорит но я все-таки хотела бы я понимаю что то я знаю что это действительно ты ко мне приходил медитацию но это хочу подтверждение он говорит да я тебя приходил и он не сказал ты здорово каково же было удивление когда она естественно она там несколько месяцев еще пробыла это все должно закрепиться так скажем вот эти духовные там процедуры операции и когда она приехала домой и пришла в госпиталь и прошла обследование дала анализы выяснилось о том что она абсолютно здорово ничего никто не понял особенно эти врачи которые поскольку ну не может быть такого как бы то есть сама по себе опухоль на тот момент оставалась все таки ну вот такая такая ситуация поэтому конечно лучше использовать все варианты конечно на бога надейся сам не плашай да 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 совершенно верно сергей хорошо у вас уже время действительно позднее 12 часов скоро спасибо огромное за ваше время да ну мы с вами встретимся уже так сказать на в классе ну а те желающие которые хотят ко мне присоединяться присоединиться пожалуйста милости просим могу все рассказать поделиться своим опытом дорогие друзья вы слушали нашу программу на волнах интернет портала радио центра сангей телефон 8 4 7 2 2 6 9 9 5 6 3 но и w сангейтс radio.com.com и сангейтс 1 0 8 солнечного ворота сангейтс 1 0 8 можно по скайпу задавать на вопросы всего доброго сергей покойной вам ночи и до новых встреч до свидания до свидания субтитры подогнал «Симон»